МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом для меня все-таки на первом месте. Потому что, ну как актеры многие говорят, служба в театре. Для меня это в высоком понимании, конечно, вот как для меня творческая единица, служба, но так я называю это работа. Любимая, но работа. Потому что искусство у меня, вот для себя я определила искусство, вот только когда я на площадке, когда зритель, я зритель. Вот это искусство. А все остальное, ну как бы общее название для меня работы все-таки. Хорошо, если вы называете это работой, то другую работу могли бы представить? То есть у меня актриса, а кто-то другой? Нет, не могла бы, конечно. Конечно. Ну, конечно, время проходит, думаешь про многое. Времена сейчас сложные все-таки, да? В принципе, если у меня не будет моей работы любимой, я, конечно, не пропаду. Я много чего умею делать. И руками, ну, все, что нужно, могу сделать. Но все-таки хотелось бы на работе на своей станции, в театре. Из детских и школьных еще воспоминаний Елены Смородиновой может показаться, что ее путь в актрисы был предопределен. Ну, в первый раз, когда, ну, где-то класс шестой, еще было старое здание, еще до ремонта, вот этот большой театр наш, шел дождь, ливень, ливень, ливень. И я сейчас не представляю, почему говорят люди, вот к нам так бережно относятся, о, артисты, художники. Я точно так же раньше. И вот я помню дождь в сквере в Петровском парке. Я со служебного входа забежала под этот козырек. И я испытывала почему-то такой дичайший трепет, что я стою рядом в театре, а вдруг когда-нибудь я. Вот. Но потом время прошло. Я решила, что я не буду артисткой, а стану музыкантом. Заканчивала я музыкальную школу по классу гитары. И я хотела поступать на джазовое отделение в музыкальное училище. Я поступала. Но я не поступила. Слава богу. И как-то так вот у меня плавно перетекло. Потом вдруг стали набирать в театре курс. Вот это наш знаменитый курс сейчас. Все мои однокурсники – это как бы основной состав труппы. И буквально за три дня я подготовилась. Там, правда, отбор был с января. Я тогда не собиралась же артисткой быть. И вот уже надо было куда-то приткнуться, что называется. Вспомнила я свое былое увлечение вот этим театром. За три дня подготовилась, и меня приняли. А что читали? Я читала Лермонтова «Люди», пьесы его. Забыла, как называется. «Люди». В общем, не очень известная пьеса Лермонтова, отрывок. Ну, какую-то басню, какое-то стихотворение. Я уже очень плохо помню, потому что это был такой дикий ужас и страх. Мы, нас принимали в училище культуры, вот в старом здании. Маленький-маленький зальчик. И меня не было слышно. Ну, там буквально, ну, вот две моих кухни. Меня не было слышно. И мой педагог по речи, Сидорова Светлана Ивановна, она говорит, если бы я была, я бы тебя не взяла. Ты бы категорически. То есть поступала я с очень слабеньким голосочком, но очень искренне была, видно, очень такая наивная, чистая. Вот меня и принимали на амплуа-инженю и травести. И, собственно говоря, я благодарна судьбе, что у меня так получилось. Случайно. Ну, поступила я на сцену, когда мне едва-едва исполнилось 18, и уже сразу главная роль. То есть я еще училась, и меня взяли в труппу. Тоже очень смешная история. А с Эферд. Там были Калинин, Невоструева, знаменитые наши актеры. И это была большая сцена. И это был мюзикл, грубо говоря. А с Эферд. Водевиль. Не было тогда петличек, микрофонов. И мы это живьем на нашу огромную сцену пели. Как это, я не представляю себе до сих пор. Это мы перекрывали весь зал. Фонограмма звучит, живьем пели, плюс ко всему. Не было возможности записать песен. То есть мы пели все эти спектакли. Сколько там их спектаклей было? Там 20, 30, 40. Мы все это пели живьем. В холодном зале, в красивых платьях, с прической. В общем, это... Как я справилась, я не представляю. Но это как в омут с головой. Сразу с 18 лет я начинала играть главные роли. У меня были... Вот к тому моменту, когда у меня дочура появилась, в 96-м году, я, грубо говоря, в свои 20... Так, с 18, там, в течение 5 лет, 21 года, я полком командовала. То есть у меня было все. Я играла все главные роли. Ну, вторые главные. Ну, то есть я сыграла очень много. Везде. Все сыграла. Разный характер, разный амплуа. У меня много всего было. То есть к моменту становления, грубо говоря, вот личностному, вот когда у меня появилась дочь, у меня был большой багаж. То есть мне повезло, грубо говоря. Просто повезло. Становление актрисы пришлось на 90-е годы. Удивительное время. Тяжелое. Для страны, для театра. Люди сидели в пальто. Денег не было на билеты. Людей было, может быть, вровень, как и артисты на сцене. Но тогда мы играли при любом количестве публики. Но тогда, вспомните, в 90-х годах, когда в 91-м году ушли вот все большие актеры, включая Плотникова, народного артиста. Но люди просто не ходили. Не ходили в театр. Был такой упадок. Не было ни приличных костюмов, ни приличных декораций. Бобинные магнитофоны эти профессиональные. Ничего не было. Как раз когда в 91-м году нас набрали курс, нас сразу кинули в театр. Прямо сразу в массовки. Я считаю, это самое правильное воспитание молодежи. Учиться и сразу окунаться в театральную среду. Ну, там молодость. Там просто мы совсем были юные. Ничего не понимали, ничего не соображали. Мы только-только начинали свой путь. Поэтому о том, какая зарплата, и как мы все там где-то халтурили там. Я, правда, очень мало Снегурочкой была. Как-то мне это не задалось с самого начала. Я как-то не могла соотнести. То есть это надо уметь. Это все равно надо уметь. Актер ты или не актер. Вот мне не дано вот так вот было. То есть я все умела, все делала, но я не могла. Кто-то может вот так вот влиться и как-то соотнести свое творчество и вот развлекание зрителей, публики. Ну, это дар. На самом деле, как-то распределиться, как-то все это в себе уместить, у меня так не получалось. Поэтому, ну, где-то что-то, помимо творчества, халтурили, где-то работали. Все так тогда жили очень плохо. Учителя где стояли? На рынках. Профессия помогла не потерять себя. Старшее поколение приняло молодую поросль и поддержало в становлении. Нас очень хорошо приняли. Нас обожали просто. Ну, это я сейчас понимаю. Просто стражили. Ой, ну, это тогда вот те вот плотниковские актеры, которые работают. Каленин, Невостроева, Воронкова. Ну, там много. Я даже успела поговорить с Горшениной. Я успела со многими поговорить. И у многих спрашивают там совет или еще что-то. И они нам помогали. Мы очень много помогали. Очень много помогали. Они нас любили. Они нас, вот сейчас я это понимаю, они просто ждали вот этого нового вливания. Потому что молодой крови не было тогда. Не было. Потом, потом началось становление вот уже как бы вот, когда ты взрослеешь, когда у тебя появляются новые там обязанности матери, жены там. Жизненный опыт. Жизненный опыт, когда появляется, там совсем по-другому. Все, как говорят, идет десятилетиями. Развитие театра. Вот 10 лет прошло, опять новый этап. 10 лет прошло, опять новый этап. Ушло старшее поколение. Закрылся на ремонт архангельский драматический. Играть пришлось на камерной сцене областной филармонии. Когда мы стали работать на камерной сцене, вот это вот десятилетие, как-то нам просто повезло, что с театром случилось то, что вот называется реконструкция. Это просто, ну, по всему Союзу, по всей России, это единицы просто. По всему Союзу? По всему Союзу. Единицы просто. Это то, что у нас вот это произошло. Правда, мы мучились 10 лет. Две гримёрки там. Там невозможно было разместиться, костюмы не разместить. Каждый раз наши работники сцены на автобусе возили из здания Большого театра, где вот эта пыль, крясть, просто невозможно пройти, и глотки садились у нас. Мы там репетировали. Грубо говоря, белые, седые от пыли, от того, что там происходило. Я помню котлован на месте, в первом фойе, да, в фойе первого этажа, где зрители приходят. Котлован. Вот эти кирпичные окна круглые. Ну, в общем, ужасно. Но мы пережили этот этап. У нас тогда появился впервые художник. Ну, главный художник. Раньше этого давно как бы не было. Вот, главный художник. Потом художник по костюмам появился у нас. Очень замечательный художник. Потом мы начали писать музыку сами. То есть все только-все только начиналось. Но еще большой плюс, потому что огромная сцена раньше была. Там совершенно по-другому актер... Это надо орать. Тогда у нас была такая акустика, надо было просто кричать спиной, повернуться нельзя было. Я не слышала, хоть как-то закричись. То есть и микрофонов раньше не было. Сейчас еще подзвучка у нас висит. Нам легче. У нас на рампе лежат подзвучки, потому что это невозможно. После реконструкции получше стала акустика, но все равно там есть мертвые такие зоны, что никак. То есть появилась техника. Но то, что мы перешли вот на эту камерную сцену, мы начали по-другому играть, по-другому существовать. То есть мы почувствовали огромную площадку. И вот эта камерность, что не свойственна в силу нашей специфичности сцены, не была свойственна нашим актерам, просто негде было вот этой камерности добиться. И вот то, что 10 лет мы на этой камерной сцене пожили-пожили, мы стали другими, мы стали по-другому существовать на сцене. И когда мы после камерной сцены перешли на большую площадку, то есть мы почувствовали и то, и то, и мы смогли соединить в себе разные манеры игры. Я считаю, у нас театр стал другой после этого. Вырос? Вырос, вырос. И актерское существование. То есть мы уже знаем, что такое... То есть нам теперь не обязательно громко говорить, даже на этой большой сцене. Мы уже научились настолько держать публику, настолько они нас полюбили за эти 10 лет, так что сейчас у нас как бы... Вот я считаю, это золотое время. А когда публика снова вернулась в зал, вот вы говорили, полупустые были? Вот когда мы перешли на камерную сцену, вернулась, у нас были... Всегда, все 10 лет у нас были аншлаги. Ни разу не было, чтобы был полупустой зал. Ну, может быть, там, в дачный сезон, там, в конце мая, может быть. Ну, это такая данность у нас в Архангельске, данность в любой провинции. Это нормально. Но и то, и сейчас вот на большой сцене. Вот конец мая у нас почти полный зал. У нас очень хорошая атмосфера в театре. Очень хорошая. Даже вот с 90-х годов, когда я первый раз пришла, там очень доброжелательно. Понятно, все есть у каждого на работе. Понятно. Творческая профессия, это... Ну, клубок совершенствует... Конечно, это соревновательная профессия все-таки, да? Вот. Но тем не менее, у нас очень хорошо люди друг с другом общаются. Очень хорошо. До сих пор. Как говорится, 90-е годы я пришла, в начале 90-х, вот так до сих пор. 15-20 лет уже работаем в театре, 20. Но мы как бы основной костяк. Вот когда нас набрали, тогда давно-давно. Сейчас появилась возможность приглашать других артистов. То есть все равно на квартиру, ну, понятно, бытовые дела устроить. Но сейчас как бы появляется возможность. Сложно, но появляется. Поэтому актеры прибывают. Потом мы набрали еще один курс. Скоро будем еще, может быть, набирать курс. То есть молодежь прибавляет, прибавляется. Стариков-то почти не осталось. Мы уже, считай, стариками стали. Ну, грубо говоря. Вообще человечество и театр, и любой коллектив развивается все равно поэтапно. Все равно идет развитие какое-то. То есть ностальгия есть по тому русскому, классическому, что мы называем театру. Это что такое? Это драматурги большие, мощные. Это большие, мощные актеры, правильно играющие, грубо говоря. Ну, как правильно играющие? Классические. Ну, будем так скажем, грубо. Станиславские. Мы понимаем, что вот Станиславские, а? Ну, академические, правильно у нас же говорят. А академическое прочтение каких-то пьес, академическая игра. Это невозможно. Потому что все в жизни меняется, все развивается. Но что касательно современного театра. Сейчас происходит, мне кажется, не очень хорошая ситуация в театре. Слишком мы всякими нововведениями, какими-то трактовками, какими-то непонятными выкрутасами на сцене. Я имею в виду в смысле декорации, света, звука. В общем, я не знаю. Правильно говорят, театр – синтетическое искусство, да? И сейчас все больше синтетические актеры, грубо говоря, которые умеют петь, плясать, танцевать, поют, как оперные певцы. Ну, в общем, все умеют делать. Кан-кан, ну, в общем, все умеют делать. А почему не могут? Ну, сейчас такие требования. Но я считаю, что как бы это неправильно. Неправильно. Правильно актер должен петь, танцевать, на шпагат садиться, прыгать, кульбиты, сальто и все прочее. Но за этим, за всем этим внешним, вот сейчас тенденция идет к тому, даже в Москве уже, что вот ректор Щуки, проректор Щуки, да, он выступал по телевидению, хватит уже, ну, фамилию я могу сказать, да, одну, там, хватит Богомоловых. Вот то, что происходит, там кровь поливается, глаза выкалываются, Достоевские в ванной, понимаете, вот это все. Это уже, уже нет искусства. Уже зачем мы гонимся? Потому что получается форма ради формы. А теряются человеческие отношения, человеческие какие-то судьбы, человеческие, ну, простой человек теряется. Человек с его личностью, личность его, то есть с хорошими, плохими, какими-то качествами. Ну, сейчас к этому стараются, конечно, вернуться. Вот, поэтому я считаю, что надо возвращаться обратно к классическому прочтению, ну, хотя это неправильно, к классическому прочтению пьесы. Это невозможно, все равно все течет, все изменяется, но сейчас надо найти другую форму, потому что надо все равно вперед идти, работать, 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 как-то выкручиваться, придумывать какие-то другие формы. Вот, я уже знаю, что будет. Вот, Скупой, да, Скупой? Скупой Мольера, вот там у меня будет роль. В общем, играть я буду. А что? Пока вот есть какие-то ряд названий, но когда они будут? То есть, когда они будут, я не знаю. Потому что все сложно материально. Как мы будем выходить из положения, вот, спектакль «Дип», который мы сейчас возили в Москву. Как это называется? Центр драматургии режиссера. Центр драматургии режиссуры. Там Васильев был, Анатолий Васильев, сейчас который работает за границей и категорически отказывается приезжать. Очень большой-большой режиссер. Вот мы там показывали. Вот этот спектакль был сделан не из чего. Ноль копеек. Ну, вот так вот, если про копейки говорить, не будем говорить. Ну, придется, наверное, вот такими формами заниматься какими-то, как-то выкручиваться, как-то... Ну, так всегда было в провинции. Худо-бедно как-то мы справлялись. Главное, что мы будем работать. Это я точно знаю. Но как это будет происходить, сложно сказать. Работать будем. Оптимизм и оптимизм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова